Автор Александр Михайлович Вербов. Певец и педагог-практик. Он всю жизнь давал уроки вокала принципиально бесплатно. Умел не только учить, но и переучивать, выправлять вокальные недостатки испорченных голосов. Работа Вербова состоит из восьми глав. О положении гортани, куда петь или где петь, как открывать рот и укладывать язык, о произношении гласных, о произношении согласных, о дыхании, об опоре звука, опоре дыхания и атаки и общее замечание. Каждая глава снабжена научными сведениями, рисунками, описаниями практических приемов для достижения наилучшего результата и выводами в конце. Также есть нотные примеры для объяснения своих гипотез. В любом случае, эта книга принесет пользу тем, кто готов расширить границы своего понимания вокальной технологии и выслушать мнение врача, педагога, певца, не пугаясь его углубления в анатомию голосового аппарата, описания костей, мышц, хрящей, функционирующих во время фонации и по-разному влияющих на качество печеского голоса. Интересно, как рассматривается вопрос в этой книге о положении гортани и направлении звука в твердое небо. Сначала автор упоминает о том, что все вокальные школы, русские, немецкие, французские, английские, итальянские, рекомендуют положение гортани в пене ниже ее спокойного положения. Все они рекомендуют направлять звук к твердому небу. Автор говорит, что это физиологически невозможно. И если ставится непременное задание направить звук к передней части твердого неба, то надо выключить так или иначе носоглоточный канал. Осуществить это выключение возможно только при том условии, что гортань переместится так, что и вертикальная ось перестанет совпадать с осью зева и носоглотки. Иначе говоря, установить гортань таким образом, чтобы ее ось в своем мысленном продолжении упиралась в твердое небо. Сделать это, как мы знаем из предыдущей главы, можно, подтянув щитовидный хрящ гортани, щитоподъязычным мускулом вверх, к подъязычной кости. А последнюю подъязычно-подбородочным мускулом подать вверх и вперед. Тогда гортань перейдет в высокое положение, ее ось и выходное отверстие наклонятся к полости рта и звуковые волны, минуя носоглоточный канал, пойдут только через свод мягкого и твердого неба. Далее автор доказывает, что имея гортань в низком положении, певец может быть вполне уверен, что все резонаторы ему обеспечены и делать, что бы то ни было для их достижения, нет никакой надобности, совершенно точно так же, как нет надобности человеку, стоящему перед зеркалом, делать что-либо, чтобы в нем отразиться. Для автора верно лишь одно. Если мы будем петь с опущенной гортанью, то звук сам собой будет в вокальной маске, если под этим словом понимать верхнюю часть лица, соответствующую внутреннему ходу носоглоточного резонатора. В главе седьмой говорится об опоре звука. Автор пишет, активная фиксация гортани при помощи щита грудинных мускулов в низком положении, к которому она пришла пассивно вследствие опускания подъязычной кости. И есть то, что называется опорой звука. Опора – это тонально организованное сопротивление мышечной системы гортань и в особенности голосовых связок с соразмерному напору воздуха в певческой фонации. Вывод все тот же. Активная фиксация гортани при помощи щита грудинных мускулов в низком положении, в которое она пришла пассивно вследствие опускания подъязычной кости. И есть то, что называется опорой звука. Далее я совершенно согласна с автором в том смысле, что атака звука – это способ начинания звука, точнее момент, характер и степень сближения голосовых связок в начале тона. И атака тесно связана с опорой звука и опорой дыхания. По мнению автора, самое лучшее – это мягкая атака. Мягкая атака происходит сама собой. Голос при этом сохраняет максимальную свободу и мягкость при всех динамических изменениях звука. Мягкая атака – это постоянный и преобладающий способ начинать звук. Но в случаях, когда требуется выразить пением гнев, отчаяние, дикую страсть, острое страдание или испуг, нужна твёрдая атака. А для выражения бессилия, трусости, изнеможения и тому подобное может пригодиться и придыхательная атака. Интересны общие выводы автора. Обучить человека технике пения значит не научить его, что делать, а только отучить его делать что-либо, кроме приведения своего инструмента, гортань, диафрагма и брюшной пресс, в наилучшее положение. Если это сделано как нужно, и ничто в дальнейшем не мешает сохранению этого положения, то гортань будет петь уже сама, без нашей помощи. И всякая попытка нашего вмешательства в её внутреннюю работу, неподчинённую нашей сознательной воле, не только бесполезна, но, безусловно, вредна. Но почему же это так трудно для многих поющих? Причина очень проста. Вмешательство поющих в образование интервала и поднятие тона на ту или иную высоту. Вмешательство – это тем значительнее, чем выше тон. Поющий помогает этому поднятию тона разными, одинаково бесплодными, но вредными способами, из которых самый пагубный – чрезмерное выдыхательное усилие на высоких нотах. Поющему кажется, что тем дыханием, которым он брал нижние и средние ноты, он верхние ноты не возьмёт. Одно только усиление выдоха вреда бы не причинило. Но беда в том, что тут происходит перемена дыхательного типа. Выдох, производившийся до высокой ноты нормально и спокойно, давлением брюшного пресса снизу вверх, при уступающей этому давлению диафрагме, внезапно принимает обратное направление. Диафрагма перестаёт уступать давлению снизу. Сама начинает давить сверху вниз. Её сопротивление в подъёмной работе брюшного пресса доходит иногда до полной невозможности продолжить абдоминальное дыхание. Тогда начинается вдыхание опускающимися рёбрами. Давление воздуха под голосовыми связками внезапно грубо усиливается, и гортань стремительна, и неудержимо поднимается вверх, совершая тот скачок, о котором упоминает профессор заседателев, и который справедливо считается признаком плохой школы. Для устранения этого недостатка, прежде всего, необходимо уяснить себе, что поднятие высоты тона не наше дело, что интервалы производятся внутренней, неподчинённой нам работой гортани, что достаточно только подумать о требуемой высоте тона, и гортань сделает это сама, что помогать ей в этом не нужно, и непозволительно ничем, а особенно чрезмерным напряжением дыхания. Выводы автора следующие. Пассивное низкое положение гортани, необходимость которого общепризнана, достигается посредством опускания подъязычной кости вследствие сокращения подъязычно-грудинных мускулов. Активная фиксация гортани в низком положении производится совместным сокращением подъязычно-грудинных и щито-грудинных мышц. Язык приводится в необходимое правильное положение лодочка, также опусканием подъязычной кости, причём корень его извлекается из полости рта в полость зева, без всякого участия, при этом перемещение собственных мышц языка и мускулов дна полости рта. Активное открывание рта для пения не нужно и вредно. Нижняя челюсть не должна отводиться от верхней с какой бы то ни было силы, а только отпадать так, как это делается при необходимом дыхании через рот. Дно полости рта во время пения должно быть заметно опущено вследствие низкого положения подъязычной кости. Для получения всех резонансов совершенно достаточно одного низкого положения гортани. Делать для этого ещё что бы то ни было не только не нужно, но безусловно вредно. Все основные гласные пения, как и в разговоре, могут формироваться не только в передней части ротового канала, но и при том неизмеримо лучше в зеве. Одними только изменениями положения корня языка. Поэтому не округлять отверстие рта, не растягивать его в ширину, не выпячивать трубкой губы, не вообще гримасничать для произношения разных классных не нужно. Удлинение надставной трубы во всех случаях, когда это нужно, должно производиться не вперёд, выпячиванием губ трубкой, а назад, оттягиванием зева посредством опускания подъязычной кости. Чтобы произношение согласных не портило звук при пении последующих гласных, необходимо научиться с молниеносной быстротой отрывать язык от места его соприкосновения с зубами или нёбом и с такой же быстротой возвращать подъязычную кость и гортань в низкое положение. Наилучший тип певческого дыхания чисто абдоминальный, без всякого участия во вдохе и выдохе движений грудной клетки. Усвоение его трудно, но при условии правильного понимания его механизма и настойчивой продолжительной тренировки может быть в большинстве случаев достигнуто. Чисто абдоминальное дыхание способствует беспрепятственному удержанию гортани в низком положении. Чем и объясняется полная сглаженность так называемых регистров у певцов, пользующихся этим типом дыхания. Низкая опора звука есть активная фиксация гортани щитогрудинными мышцами в том опущенном положении, в котором она пришла, пассивно вследствие опускания подъязычной кости. Голоса при этом звучат легко, свободно, звук льющийся. Высокая опора звука производится мускулатурой, лежащей выше гортани и делает невозможным низкое положение гортани в пении со всеми вытекающими отсюда последствиями. Опора дыхания заключается в точном согласовании подъемного давления брюшного пресса со степенью сопротивления, уступающей этому давлению диафрагмы, с таким расчетом, чтобы сжатие воздуха в легких и давление столба воздуха под голосовыми связками были непрерывными и достаточными для образования звука во всех его динамических вариантах. Хотя некоторое сопротивление диафрагмы давлению брюшного пресса снизу вверх при выдохе необходимо, так как иначе весь воздух, набранный легкими, был бы выдохнут моментально, это сопротивление никогда не должно быть столь сильным, чтобы затруднять, а в особенности прерывать абдоминальный выдох. В обоих этих случаях продолжение затрудненного или совершенно прерванного выдоха возьмут на себя ребра и звук либо приобретет кряхтящий, сиплый характер, либо, особенно если это случится на высокой ноте, может совсем оборваться так называемый петух. Атака, как постоянный способ начинать звук, предпочтительнее мягкая, так как она не раздражает и не изнашивает голосовые связки. В отдельных случаях бывает нужна и твердая атака, и придыхательная. Высота тона зависит исключительно от внутренней работы гортани. Поэтому помогать ей в этом отношении, как бы то ни было, бесполезно.